Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Каждый пользователь, работающий за компьютером, сталкивается с проблемой снижения его производительности, появление ошибок при запуске Windows или других программ. И рано или поздно приходит к тому, что нужно почистить реестр. Существует множество программ для оптимизации работы ПК и чистки реестра. В этом видео мы разберем наиболее популярные из них. Итак, начнем. Программа CCleaner является одной из самых известных и популярных инструментов для очистки реестра компьютера. Помимо этого имеет широкий функционал по оптимизации ПК, к которому относится очистка системы, деинсталлятор программ и управление программами из автозагрузки. В последних ее версиях есть поддержка удаления стандартных приложений Windows 10. Скачать программу можно с официального сайта. Ссылка на программу будет в описании. Скачайте и установите программу, установка не должна вызвать у вас трудностей. Единственное, при начале установки не забудьте выбрать язык, справа вверху, по умолчанию выбран английский. После установки запустите программу, перейдите на вкладку «Реестр», здесь нажмите «Поиск проблем», немного подождем, по завершению поиска нажмите «Исправить выбранные». Программа предложит сохранить резервную копию реестра. На всякий случай с этим лучше согласиться, чтобы в случае проблем можно было вернуть реестр первоначальному виду, сохранив ее, к примеру, на рабочий стол. Теперь нажмите «Исправить отмеченные», все, реестр очищен. Еще раз запускаем «Поиск», «Неполадки не найдены», а запустив ранее сохраненный файл резервной копии, он по идее должен внести в реестр данные, которые были удалены программой. ViceCare365 – еще одна программа, которая поможет очистить реестр. В состав пакета входят программы для чистки реестра Windows, оптимизации жесткого диска, а также другие системные утилиты, которые сделают работу ПК быстрее и стабильнее. Ссылку для скачивания вы найдете в описании. Запускаем программу, для очистки реестра нажимаем на вкладку «Очистка» и сразу в первой в списке видим «Очистка» реестра, нажимаем «Сканировать». way seeing. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА После сканирования программа выводит информацию о наличии проблем реестра. Выбираем очистка. Вот и все, реестр успешно очищен. С увеличением реестра снижается производительность ПК. Программы для очистки реестра не являются идеальным средством для удаления лишних записей из реестра, так как они выполняют очистку на основе определенного набора правил, которые могут не работать в вашем реестре. Если вы являетесь опытным пользователем ПК, можете очистить реестр вручную, стереть оставшиеся записи от программ, которые были удалены, или убрать программы из автозагрузки. Но помните, что неправильная очистка может привести к поломке системы. Поэтому и рекомендуется очистить реестр вручную только опытным пользователям. Итак, прежде нужно его запустить. Нажмите сочетание клавиш Windows плюс R. В открывшемся окне введите RecEdit и нажмите ОК. И обязательно нужно сделать резервную копию, чтобы в случае проблем вернуть реестр в первоначальный вид. Нажмите файл, экспорт, укажите имя и нажмите Сохранить. Как восстановить реестр с резервной копии, можно посмотреть в одном из наших видео. Ссылка будет в описании. Если вы знаете название программы, которая была удалена, можно почистить файлы, которые остались в реестре после ее удаления, или засевший в нем вирус. Для этого нажмите Правка, Найти, введите название программы и нажмите Найти Далее. В процессе поиска мы видим файл реестра удаленной программы, который нам не нужен. Нажимаем на нем правой кнопкой мыши и удалить. Еще можно перейти по пути HK Current User Software и HK Local Machine Software. Здесь визуально посмотреть и почистить папки ранее удаленных программ. Если у вас 64-битная операционная система, у вас еще здесь будет папка ВАВ-6432-НОУД, в которой тоже будет список установленных программ. С помощью редактора реестра можно еще удалять программы из автозагрузки. За автозагрузку отвечают две ветки реестра с папкой ран. В Windows 7 и 10 они находятся по такому пути. HK Current User, Software, Microsoft, Windows, Curent Version, Run. Здесь находится автозагрузка текущего пользователя. Потом уже пути на ветке HK Local Machine тоже есть папка ран. Это папка автозагрузки всех пользователей. Выбираем ненужную программу, нажимаем на ней правой кнопкой мыши и удалить. Если у вас возникли подозрения, что на вашем ПК появился вирус, у нас на канале есть хорошее видео, которое поможет найти его в реестре и удалить. Ссылка будет в описании. Редактирование реестра с помощью Windows редактора рискованный процесс, так как в нем нет функции отменить при случайном удалении нужной записи. В случае, если вы не знакомы с этим процессом, не редактируйте реестр вручную, а перед его редактированием обязательно сделайте резервную копию. Также при малейшем сомнении удалять запись реестра или нет, лучше не удаляйте, полностью не убедившись, что она вам не нужна. Всегда можно поискать информацию о ней в интернете. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте интересующие по видео вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.